Фэшн коллекшн объявляет конкурс. Соберите 10 выпусков журнала, вышедших в Сургуте. Принесите к нам в редакцию и участвуйте в розыгрыше. Главный приз, сертификат на 50 тысяч рублей от салона кожи и меха Солени Коллизионе. Подробности по телефону 221 555 и на сайте indefisnews.ru. Солени Коллизионе. Торговый центр «Новый мир» и торгово-развлекательный центр «Вершина». Вопросы организации летнего отдыха детей обозначили на комитете Думы. В департаменте образования сообщили, что к июню в Сургуте откроют 68 лагерей дневного пребывания, питание в которых оплатит окружной бюджет. В городе впервые будет работать лагерь для детей с девиантным поведением. Этот вопрос сейчас прорабатывают вместе с УВД. А куда поедут школьники летом и ждать ли юным спортсменам выездных сборов, расскажет Екатерина Любешева. Сегодня в приоритете у департамента образования обеспечить путевками в летние лагеря не меньше детей, чем в 2013 году. Тем более, что денег на организацию отдыха в бюджете больше не выделяют, а стоимость пары недель на море только растет. В этом году плановая цифра на детские путевки. Здесь и пришкольные лагеря, и морские оздоровительные курорты. Чуть больше 91 миллиона. Пока нет информации о тех путевках, которые будут выданы градообразующими предприятиями через родителей и работников. Еще нет, естественно, той информации, когда родители сами организуют отдых для ребенка. При этом проезд до места отдыха и обратно, как правило, оплачивают родители. В запасе департамента образования на сегодня 1800 путевок, а заявлений больше 1400. Ребята отправятся на Черноморское побережье России, на Игейское море, в Болгарию, в Венгрию. Часть детей поедут отдыхать на юг Тюменской области, в загородный лагерь Хантамансийска. А вот любимый сургутскими ребятами юный нефтяник оказался не по карману администрации. У нас по нашим условиям путевка фактически предоставлялась бесплатно. 65 тысяч сегодня стоит путевка в юный нефтяник. А мы можем обеспечить только 27 500. 27 500, правильно говорю, я хотел сказать 25 500. 27 500. Вот представьте себе, 40 тысяч, кто должен и плюс дорога. В итоге получилось так, что съездить за границу вышло еще и дешевле. Есть в Сургуте и два своих загородных лагеря – Олимпия и Барсова гора. На 630 человек, которые смогут здесь отдохнуть, выделено больше 14,5 миллионов. Но в любой бочке меда есть ложка дегтя. Очень тяжело организовать учебно-тренировочные сборы для спортсменов. Охватить получается максимум 13% таких ребят. Мы имеем сегодня 180 выездных путевок, из которых 132 – это побережье. За счет средств округа, города. Имеем сегодня 220 путевок – это спортивная загородная база Олимпия. И площадки дневного пребывания детей. К слову, отсутствие финансирования – еще полбеды. В выездных лагерях зачастую отсутствует материально-техническая база, где спортсмены могли бы совершенствовать свои физические навыки. Провал продолжается. Особенно, если мы считали 13-й год провален, то 14-й по сегодняшним цифрам он еще более усугубился. Вопросы депутаты Сургута решили вынести на координационный совет в округе. Тем более, что по заверению Комитета по физической культуре и спорту, проблема с организацией летних учебно-тренировочных сборов юных спортсменов остро стоит во всех муниципалитетах. Екатерина Любешева, Дарья Давыдова, Сергей Коликов, Сургут Интерновости.